Юрий Гришан поздравил бизнесменов города с Днем Предпринимателя. Городоначальник поблагодарил руководителей предприятий за вклад в социально-экономическое развитие столицы Колымы и вручил памятные подарки. Сегодня слова поздравлений принимал Александр Крамаренко, депутат городской думы и директор предприятия «Магадан Авто». Уже более 15 лет под его руководством компания осуществляет пассажирские перевозки в регионе. Работает у нас около 100 человек сейчас. В парке у нас 50 с чем-то автобусов, 70 водителей, 30 слесарей, ну, вспомогающих рабочих. На линию сейчас выходит поменьше, где-то 20 автобусов в день. Мы возим всю Магаданскую область и аэропорт Магадан. За счет собственных средств предприятия не так давно автобусный парк «Магадан Авто» пополнился пятью новыми автобусами. Среди них два представителя корейского производства и три автобуса марки «Ман». По словам Александра Крамаренко, эта техника комфортабельна, а также рассчитана на продолжительное время работы. В этот день Юрий Гришан поздравил коллектив ООО «Региональные энергетические сети». Эта организация оказывает услуги по передаче электроэнергии по всей Магаданской области. Главная задача компании – создать максимально благоприятные условия для бесперебойного электроснабжения потребителей. Мы занимаемся передачей распределения электроэнергии, обеспечиваем надежное электроснабжение электроэнергии жителей нашей области, предприятий. Работаем в настоящее время в девяти населенных пунктах Магаданской области. В Магадане мы представлены в микрорайоне «Сокол», работаем с 2015 года. Активно ведем восстановление муниципального электростевого хозяйства. Будем дальше работать на то, чтобы жители и юридические лица, работающие на тех территориях, где мы представлены, получали бесперебойное электроснабжение. Помимо контроля за основной деятельностью компании, Владислав Шадрин является президентом Магаданской федерации волейбола. Регулярно оказывает помощь образовательным учреждениям, спортивным командам города и области. Финансирует турниры и содействует в приобретении спортивного инвентаря. Кроме того, на базе организации созданы две волейбольные команды – мужская и женская, которые неоднократно становились чемпионами областных соревнований и других турниров на территории региона. Так как 26 мая в 2020 году выпадает на вторник, всем бизнесменам придется работать в привычном ритме. Дата праздника выбрана не случайно. Дело в том, что 26 мая началась официальная жизнь предпринимательства в России, а точнее в СССР. В этот день 34 года назад был подписан закон о кооперации, что стало толчком для развития новой сферы в экономике страны.